а теперь но надо подождать хотя бы стартинг сумм форминал your event is starting примерно 40 секунд да так в м 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 р м м в м м звук, 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 звук есть? звук, не знаю а здесь нет звука, хорошо я проверю звук, звук и сейчас я гляну ты наушники видишь? нет, и самон есть просто 40 минут ждать сейчас видишь уровень звука на нуле иди в микрофон, говори а так меня слышно слышно, слышно уровень звука все равно очень низкий сейчас попробуем подкрутить немного уровень звука подкрутить рот подкастя говори, говори и становится меня слышнее это очень страшно что же делать ваши уши открываем а вот так вот лучше, да? нормально? а если я здесь буду стоять, нормально говорить? тиховато, непонятно так можно микрофон направить? можно немножко микрофон да, вот так вот можно микрофон направить это правда? ну вот лучше, но ты все равно еще далек от идеала ну, Ростик все выкрутил на максимум мы постараемся с этим так-нибудь справиться да, нет, да, нет, нет да, да отлично так ну что ж, друзья, мы начинаем наш второй семинар в этом году уже который в большом году и я начну сразу с небольшого такого да? мне что-то пишут? мне что-то пишут сейчас меня спрашивают, как мы начинаем как мы начинаем? вот так вот так и начинаем, знаешь а вот так итак я начну сразу с небольшого сюрприза, потому что в анонсе у меня была сказана одна статья кто-то следит за временем кстати в анонсе мне была указана одна статья пока я ее разбирал и искал ссылки на то что она ссылается я случайно нашел другую статью в которой написано что все написанное в первой статье неправильно на самом деле не все написано в первой статье неправильно и мы потихонечку разберемся имя автора это имя автора правильное имя автора правильное это действительно итак первая статья с которой я собственно начинаю это интерпретация в том числе в том числе в том числе франшин а а прекрасно а не затягивай доклад соответственно мы пытаемся разобраться со скоростью барочных танцев по тем записям о метрономах которые у нас сохранились с начала 18 века на самом деле с 17 вторая статья time devices revisited мы пересмотрим наше мнение про все эти девайсы спрашивают про трансляцию следим за реформацией мая подтормаживает она идет но возможно это мягко потормазит эм итак в статье ребекки использовано довольно много источников да сразу скажу что вопросом скорости танцев занимались очень давно статья на которую все ссылаются и говорят ну вот как бы вот в этой статье уже подведен итог да это 1928 год отлично все появилось все работает итак 1928 год уже куча всех источников была обработана и значит все новые книжки опираются все новые статьи и книжки опираются на эту самую статью я ее нашел Эюжен Боррель Ли зантикасюн митронеумик лэссэ параллезуатор францэй ду восемнадцатый век и все значит оговариваются что мы перепечатываем все оттуда мы перепечатываем все оттуда но показываем где мы изменили то есть на самом деле все это там в начале 20 века было исследовано в течение 20 века каждый кому не лень исследует это все и пытается понять почему почему темпы слишком быстро или слишком медленно и как можно где-то подкрутить что-нибудь чтобы получить все что надо Ребекка в отличие от всех остальных сделала следующее в своей статье это не статья это то что я рассказываю это не статья это записки с показухи на какой-то из конференций была показуха и Ребекка предложила станцевать несколько танцев про которые у нас точно указан темп я потом к каждому вернусь соответственно там была Дженнифер Торп и еще кто-то я забыл Мой Рогов соответственно два танцора которые попробовали станцевать все это под те темпы которые указаны у предшественников и высказали свои ощущения а здесь очень быстро здесь нормально в принципе здесь мне показалось странным но в принципе потом я сумел ну то есть вот такого порядка и она кратко рассказывает историю в этом смысле статья очень хорошей тайги кротинничка по делу источники первый источник который здесь есть это Этьен Гюлье самый старый источник 1696 год Этьен Гюлье лежит в гуглобуксах он автор вполне конкретного Этьен это мужик соответственно он автор вполне конкретного девайса и записал совсем немножко я это сюда не выносил второй статьи всего четыре у него есть примера это его собственные примеры написанные им самим но аннотация уже очень похожа на современную то есть он пишет какая длительность и сколько но только вопрос чего сколько к этому мы вернемся чуть позже Мишель Афилар 1705 год тот на которого все любят ссылаться к сожалению самое ценное где он описывает собственно каким метрономом пользоваться и как это делать это разворот поэтому гуглобуксом он конечно не посканирован все остальное посканировано это куча разных танцев опять же авторство самого Афилара и в этих танцах проставлены скорости более того это не только танцы но и местами песни вообще это у него почти все про песни то есть это музыка на которой есть и песня и танец у меня что это стало? ааа дальше рассказывай тебе 20 минут осталось это будет стимул 1832 год его все называют Унзэмбрэ на самом деле его имя Луи Леон Пажо он Викон Онзэмбрэ причем онзэмбрэ это современное название это онзэмбрэ там что-то на какой-то реке где-то и так далее а в то время писали в одно слово почему не знаю неграмотное это это не этот доклад французской академии наук Онзэмбрэ не музыкант вообще ни разу он физик механик и этот доклад очень четкий подробный с огромными таблицами где какие ритмы чему соответствуют а если вы делаете один удар на так то это будет такой ритм а если два удара на так то такой ритм а если три удара на так такой ритм то есть на самом деле он очень сильно значит математизировал весь этот вопрос что в принципе хорошо и в отличии от остальных он приводит темпы произведений люли то есть он говорит возьмите пожалуйста бурэ из такой-то оперы люли беда в том что в этой опере у люли два бурэ и про какое конкретно он говорит неизвестно а общая идея заключается в том что мы можем указать точный ну условно точный темп для музыкального произведения если мы знаем тип произведения мы знаем размер в котором он написан потому что это может быть три вторых а может быть шесть восьмых а может быть три четверти а может быть три восьмых в зависимости от того в каком размере мы пишем и какими длительностями мы считаем темп будет разным а это зависимость однозначная при прочих равных зависимость от размера при прочих равных и знание о том какого типа это мелодия при прочих известных это зависимость однозначная при прочих известных однозначная то есть если ты знаешь что это эйрлянд такой то это одно если это сарабанда в таком же размере то это другое то есть тебе нужно знать тип мелодии нужно знать размер Но, по крайней мере, у каждого автора это зависимость своя, конечно. И дальше еще двое. Жак Александр де Ле Шапель и Анри Луиз Шеркель. Один из них музыкант, другой механик. Собственно, там написано про механику. И это уже более поздние источники. Соответственно, 1937 год еще плюс-минус, но 1962 уж точно далеко. Вообще, у Ребекки есть еще авторы. Я их просто могу зачитать, чтобы вы, в принципе, знали порядок. В «Меркюри де Франция», это основной журнал Франции, в 1734 году. Некоторые темпы есть, но по ним ничего не понятно. Четыре темпа и непонятно, как с ними пользоваться. «Маргет» 1747, «Бухус» 1763. И есть еще два или три, которые указаны в самом начале. И Ребекка говорит, но это как бы указания из других стран. Я не уверен, что их можно вообще к Франции применять. Потому что середина века, 50 какой-то год, темпы для блок-флейты где-то в Германии. Без слова вообще про Францию. Не факт, что можно хоть как-то использовать одно к другому. Да. Вот что у нас есть. Основная проблема, которая у нас есть здесь, следующее. В принципе, темпы первых двух Афилара и Онзембре очень похожи. Если их пересчитать и воспользоваться тем, что они написали. Ну, они говорят, темп считать так, так и так. Окей. Они очень похожи. Но, во-первых, они очень сильно отличаются от «Ля Шапель». У Ля Шапеля темпы в нескольких местах чудовищно быстрее, чем Афилара и Онзембре. Кроме того, темпы Афилара и, соответственно, Онзембре местами очень быстрые. Станцевать можно. То есть, а Ля Шапель еще быстрее? А, Ля Шапель еще быстрее. Станцевать нельзя. Значит, у Афилара станцевать можно, но как-то без удовольствия. Мы с вами часто танцуем под темпы Афилара и Онзембре. И иногда чуть быстрее, чем они. Значит, ну, это я пересказываю рыбайку. При этом часто, вот буквально на последнем занятии, да, никто не любит танцевать с собой под 100% от Франсин, потому что, ну, как-то быстровато. Не успеваешь аккуратненько сделать все движения. Можно. Стиснув зубы, отлично получается. Под 150% вообще плохо. Но, реально, не очень удобно. А бывают люди, где, наоборот, слишком медленно... В смысле? Времени нет. Времени нет. Давай, давай, давай. Вот, значит, дальше. Да ладно, я... Следующий кусочек... Подождите, кажется, я пропустил какой-то один слайд. Ага, все понятно. Итак, в рамках ускорения процесса мы переходим к статье Джелла. Так, в общем, все, что было в статье Харрис Уорбек, я рассказал. Самое полезное, что в ней есть, это в конце сравнительная таблица. Опять же, перепечатанная из предыдущих источников. Она еще и рукописная почему-то. Вот. Соответственно... Ну, хорошо. Взяли, посмотрели. Это темпы, пересчитанные в метрономии Мельцеля, которые можно реально использовать. Окей. И ощущение, собственно, то, какую работу проделала сама Ребекка, она взяла конкретные произведения и попросила танцоров это станцевать. И, собственно, самое интересное, видимо, было это само выступление, где Дженнифер Торп и Морогов показывали, как они это танцуют. И их впечатления после, они записаны здесь, их можно почитать. Ну, как бы, для каждого я не буду человека защитывать, нет смысла. Для каждого конкретного танца они говорят, ну, вот здесь вот нормальный танк, да, вот здесь окей. А вот здесь чуть-чуть быстровато, а вот здесь что-то очень быстро, но, в принципе, можно совладать, да. Вот. Ну, вот общее ощущение. Где-то медленнее, где-то быстрее, где-то нормально. Ну, хорошо. Статья о Джерол. Во-первых, я выяснил, кто такая Беверли Джерол. Я вчера вылез, выяснил, что это какая-то очень крутая тётка, которая, судя по её статьям, очень крупный специалист по темпам. И мне кажется, что с ней надо пообщаться, потому что у неё есть статьи про ампиры, про конец 18 века, про всё-всё-всё-всё-всё. Круто. То есть, на самом деле, она очень давно эти темы занимается. Итак, в статье Джерол у нас есть. Пункт 1. Новые источники. Большинство из них, на самом деле, не новые. Новый там только один. Кстати, Джерол уже не новый, она пользуется чужой работой. Но она внимательно смотрит на кого, кто ссылается. Кто откуда чего стырил. Внимательный разбор квалификации авторов. Если вы заметили, я аккуратно говорил, что а вот эти музыканты, а вот эти инженеры, а вот эти математики. Это очень существенно, как мы увидели. И, собственно, к чему всё это было? К тому, что существует две системы измерения темпа. И не всегда автор, пользуясь одной системой, пишет, что пользуется этой системой. Он не всегда понимает, что он пользуется этой системой. Музыканты не всегда понимают, чем они пользуются. Да. Музыканты не всегда понимают, чем они пользуются. А математики не всегда понимают, не ошиблись ли они в темпе где-нибудь по ходу. Да. Что значит две системы записи темпа? Я сейчас расскажу. Это будет, естественно. Не записи, а измерения. Записи у всех одинаковые. В этом беда. Итак, ещё источники. Первый источник – это Джозеф Савер. Как это ни странно, но Савер – это не музыкант. Он музыкальный теоретик, но в основном он инженер. Он придумал механизм. На него, именно на Савера, ссылается Афилар. Он говорит, я пользуюсь метрономом Савера. У меня нет Афилара, но я пользуюсь текстом тех, кто его читал. Поэтому Афилар сам вообще ни разу в жизни ничего не изобретал. Афилар – музыкант. И он говорит, вот Савер, я им пользуюсь. Но он совершенно не мог разбираться в том, как работает этот метроном. Более того, сейчас мы к этому подойдём. Скорее всего, все числа, которые писал Афилар, он считал не сам. Он попросил какого-то математика ему посчитать. Может быть, самого Савера. Они могли быть знакомы. Все эти люди жили в одном месте в одно время, поэтому, скорее всего, они были знакомы. В одном Париже? Да, да. Они все жили в одном Париже. Париж маленький, в принципе. И самый клёвый источник. Иоганн Фридрих Арманд фон Уффенбах. Замечательный мастер, замечательный механик, физик, инженер. И этот человек жил в Германии, но иногда путешествовал примерно в 15-16 году. Он съездил во Францию и купил там, внимание, метроном Месье Фюлье. То есть, собственно, у него это рукописи, оставшиеся от него. Он очень много чего издал. Универсальный человек. Он и про поэзию писал, и про поэзию, и всё. Ну, как Мессендж, наверное. У него в рукописях сохранился его доклад в 1828 году, который он сделал в какой-то своей немецкой, я не помню, в какой земле он там жил, Академии наук. А, именно в Германии, прошу прощения. А, он хранится в Готингене. Всё, я вспомнил, где он хранится. Соответственно, в Готингене находится вся библиотека Уффенбаха, и есть целое общество любителей Уффенбаха, которые его исследуют. Я так понимаю, что это безумные талмуды. Там у него что-то типа 13 серий, в каждой из которых по несколько томов, в каждой из которых типа страниц по 500. Ну, примерно... Да, вот такого порядка объёма. И вот он... Доклад называется «Айне машина дектак, инде музик анцугебен, ворде erfindung des Herr Fuyé zu Paris». Соответственно... Парист, наверное, по-демянски. Соответственно, получается, что он привёз машину и говорит, «О, смотрите, какая клёвая штукенция!» Мы её сейчас увидим. И говорит, «О, я её взял у Messie Fuyé». Вообще-то, Messie Fuyé к этому моменту уже коньки отбросил. Messie Fuyé в 2010 году скончался. А он купил её в 15-16. Ну, он ездил в 15-16, за это время купил. Ну, видимо, просто продолжали использовать её. Та-дам! Итак, машины. Теперь мы возвращаемся к реальным машинам. Похоже на машину, которая может помочь отбросить коньки. Что у нас есть? У нас есть, она немножко не в порядке у меня получается, ведь не страшно. Самое раннее. Нулье. Он в своём трактате прямо рисует картинку и говорит, «Вот она!» Это практически патент. Он её описывает подробно. И в Велипедии, кстати, есть ещё одна картинка, я пока не знаю откуда она. Она похожа на эту штуку. Она чуть-чуть другая. У Улье есть бекунг. У Улье есть многокник, но он просто не может быть с переизданиями. Она называется «Хрономета». Дальше. Жозеф Савер, который, собственно, использовал, сделал свою собственную штуку, про которую я говорил, на которую ссылается Афила. Он сделал «Эхометер». К сожалению, в неё нет картинки. Однако, сам Савер, его не сохранилось описание и картинки. Ну, описание сохранилось, картинки нету. Патента. Но, Эхометры производил его современник, Шоко, по-моему, я не помню сейчас точно фамилию. Шоко, по-моему. И один из «Эхометров» сохранился в музее Дезарта Метьер в Париже. Соответственно, ну, вот там где-то хранится. Я фотографию, к сожалению, не смог найти сходу. Где-то на какой-то книжке есть. Дальше. Тот же хронометр, как предполагает автор статьи, Беверли Джерал, она предполагает, что ровно аналог вот этого хронометра, чуть-чуть изменённый, видел и купил у Финбар. Вот он. Это из манускрипта чертёж от руки. Ну, соответственно, он немножко улучшен. И, опять же, так, судя по всему, это не сам хронометр, а это улучшенный хронометр. Либо он с Эмбреем улучшенный, либо кем-то ещё. Он улучшен тем, что тут есть шкала неравномерная. Мы дойдём до того, зачем нужна неравномерная шкала. Ну, и, наконец, есть, собственно, работа самого Эмбрея уже в 30-е годы. Ну, как видите, это довольно большая конструкция. Тем не менее, во всех из них ничего умного нету, там есть маятник, который качается направо-налево, направо-налево. Это всё, что у вас сделано. Дальше вам нужно подобрать правильную длину ниточки. Поскольку вы качаетесь недалеко, это математический маятник, у него период колебаний зависит исключительно от длины верёвочки. Больше ни от чего не зависит. Ну, зависит от силы тяжести. От силы тяжести, да, Ростик. Но в Париже везде она одинаковая. Итак. Вот три машины. В зависит от того, на сколько точек мы предполагаем, что синус х равен х. Конечно, Юра, но для маленьких углов она точно равна. Ну точно. Ну точно, я так говорю. Нет, понимаешь, Юр, вне зависимости от того, как мы предполагаем, зависимость периода от длины одинаковая. Она может быть не такой простой, но она однозначная. Итак. Нет. Она однозначная. Нет. Там координаты выкидываются за счёт того, что предлагают играть. Так, друзья, я предлагаю это не обсуждать сейчас. Я вам куда всё расскажу? Мы приходим к самому интересному. Два способа измерения темпа. Дело в том, что темп можно измерять несколькими способами. Первый способ чисто технический. Я говорю, сколько чего у меня в минуте, сколько всяких ударов. 60 секунд. Нет. В минуте не 60 секунд, а на самом деле 3600 тьерсов. Для того, чтобы не использовать всякие сложные дробные конструкции, была придумана идея очень простая. Минуты обозначаются одним штрихом, секунды обозначаются двумя штрихами, а три штриха – это терции. Называются они тьерс, это 60-я часть секунды. Соответственно, когда нам нужно сказать что-то в длину одной ноты. Идея не сколько нот или сколько ударов в минуту, а сколько длительность каждого биения. Поскольку она бывает меньше, чем секунда, например, бывает 120 ударов в минуту, то нам нужно говорить про доли секунды. А если у нас какой-нибудь ритм 6 восьмых, то он может быть еще меньше. Поэтому цифры, которые получаются, это сколько-то тьерсов. Разумеется, один терс – это очень быстро. 1,6 секунды. Один терс не бывает. Бывает 30 терсов, 20 терсов, такого порядка. Ну и, соответственно, все это легко пересчитывается в… Надо сколько? 3600 поделить на терсы. По-русски? Терсы, да? По-русски, да. Поделить на количество терций. 3600 на терции – получили ответ. Все, нет проблем. Мы знаем, сколько в минуте терций, и все. Цифры, которые получаются у нас, порядка. 20, 30, 70, 80… Примерно увидели, да? Дальше. Пусть. Это французский дюйм. Он не английский. Он 2,76 примерно. 2,76… Да. Соответственно, 2,76… Да. Соответственно, 2,76… Соответственно, 2,76 миллиметров. Это, соответственно, 1,12 фута, который французский. Фут французский тоже по длине их, вы догадываетесь. Ну, они тоже, видимо, по длине их было. Мне кажется, у них были проблемы. В… 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 Это длина… Измерение… Это измерение длины. Соответственно, раз это единица измерения длины, что мы меряем, когда… Меряем скорость, где мы длину меряем? Веревочки. 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 Соответственно, более того, мерить в веревочку гораздо удобнее. Вот я вам принес маятник. Да? Как вы померяете скорость в ТС, в ТС? Ээээ… Скажите вы. Надо математика звать, чтоб он посчитал. А если я вам принес маятник и сказал, пожалуйста, 12 дюймов. Сарабанта – это 12 дюймов. Нет проблем. Взяли на том же маятнике… Не задам назад, можно сказать… Ай! Ай! На этом маятнике у вас есть, например… Просто градуированная шкала. Мы взяли веревочку, приложили, повесили, окей. Более удобный вариант, собственно, в этом ошибку на дулее, что он просто сюда линейку положил. Неудобно. Удобно проградуировать эту шкалу неравномерно, так, чтобы можно было здесь, видите, подставочка такая. Веревку саму не надо изменять, а надо изменять точку крепления веревки. То есть гиря все время на одном месте находится, а вы меняете точку подвеса. Вот здесь вот, зажимочек такой, вы просто его перемещаете вверх-вниз. Это удобнее гораздо. Ну и она немножко неравномерная, потому что вам на самом деле... То есть, это просто на х. Вот. Окей. Теперь. Да, формула, которая здесь получается, очень похожая. Формула, там было 3600 делить на х, если это в терциях. А здесь у нас, если кто помнит, формула, это там период, это 2π корень из л на g. Соответственно, переворачивая одно другое, мы получаем, и подсчитывая, оказывается, что это 360 делить на корень из л. Как мы видим, формулы сами друг на друга очень похожи. Там даже коэффициент одинаковый. Отличие только в 10 делить на корень из л. Для корней из двузначных чисел, порядка 70-100, эти цифры вообще одинаковые. Соответственно, беда заключается в том, что человек, не знающий, как устроен механизм, может писать одно, а считать, что он думает в других единицах. И наоборот. Если мы посмотрим на реальные цифры, вот это здесь справа у меня, реальные цифры из ломоскрипта Месье Фюйе, о, этого, Уфенбаха, и такое ощущение, что они вообще написаны той же рукой, которая написана у Фюйе. То есть, вот этот кусок написал не Уфенбах, а он его где-то стырил. Но я подробности не знаю, к сожалению. Цифры. Минуэт 48, Паспье 40, Гамбот 37. Это что-то, я не вижу, гей, луврное, не вижу. Антре, Антре, Бурреа 30. Еще вы можете заметить, что у нас кое-где бывают сверху, эти скобочки такая, бывает сбоку скобочка, бывает сверху снизу скобочка. Сейчас я скажу, зачем это нужно. Эти числа очень похожи на те же самые числа, которые мы в терциях мерили. И беда заключается в том, что когда написано число, непонятно, что это такое. Автор мог писать что-то одно, но он не математик, если он пишет правильное число. Не в разную. Итак. Чем длиннее веревочка, тем темп медленнее. Да. Чем больше число, тем темп медленнее. Да. Я осознал. То есть тут на тренице не сыграть. Да. В этом ты и беда. Дополнительно, скорость, как я уже сказал, зависит от музыкального размера, типа танца, и меняется то, сколько ударов мы хотим на один такт. Ну, например, для минуэта у нас будет два удара на... один удар на один такт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А для какого-нибудь... там, буре у нас... Там тоже один удар на такт, но он двудольный, поэтому это будет раз и два, и раз и два, и раз и два... А где-то это может быть четырехчастная музыка, и она будет раз-два-три-четыре. И у нас фактически два удара на один такт получается. Это сколько ударов на один такт и какого размера музыка обозначается вот этими скобочками. Скобочки сверху, скобочки снизу, скобочки справа, скобочки слева, две скобочки так, две скобочки так, скобочек нет. Вот все варианты, которые бывают. Вот, как бы, зная эту систему, можно узнать на самом деле, сколько ударов этого... Теперь самая вкусная часть этого доклада. Математики против музыканта. Итак, математики против музыканта. Часть из них, «Люлье», «Савер», «Онзембре» — это математики, механики, которые знают, как оно устроено, не пугаются двух формул и ничего не знают про музыку. Ну, то есть не то, чтобы ничего не знают, но легко могут что-то перепутать в музыке с учетом того, что «Люлье» вообще какие-то свои мелодии писал. «Онзембре» говорит «Буре из «Люли», при том, что у «Люли» в этом месте два разных «Буре» есть. Непонятно. Дальше. Другая часть. «Афилар», «Фюлье», «Шапель», «Шакель». По-моему, про «Шапель» и «Шакель» я все время путаю, там кто-то из них сюда все-таки попадает, может быть сюда. Это музыканты или танцоры без математического образования. Соответственно, им сказали «тридцать», они «А, тридцать», ну, наверное, Терсов же, да, мы же меряем обычно в секундах, минутах, да, записал. А другим сказали «Двадцать дюймов», «А, ну, двадцать дюймов, двадцать дюймов, вот скажите, вот так и записал». То есть, эти люди совершенно не могли воспринять конструкцию, но, тем не менее, там, понятием от маятника, штука такая непростая, если я музыкант, то маятник вам не очень нужен. И оказывается, что эту путаницу можно легко разрешить, если предположить, что, проверить, что авторы могли ошибаться. Что же в результате оказалось? Оказалось следующее. Нулие, самый ранний автор, пишет у себя, что я записал темпы в точности так, как их играл месье Люли, когда я еще был жив. Напомним, Люли скончался в конце 80-х, в 87-м, что ли, в 89-м. Соответственно, Нулие публикует свою книжку в 96-м, 1696-м, и он прямо пишет книги. Я поговорил с музыкантами, которые играли еще под руководством самого месье Люли. Я все это записал и все это выложил. И этих документов у нас нет. Мы не знаем, куда они делись. При этом мы знаем, что после всего этого Онзенбре, через несколько поколений, там и Савербург, дороги вроде бы, Онзенбре получил в наследство, собственно, хронометры Улие и его записи, возможно. Скорее всего, это предположение, то, что Онзенбре очень много описывает различной музыки из Люли, Скорее всего, может свидетельствовать о том, что мы попались в эти самые документы, И он просто их опубликовал, приведя в какой-то божеский вид. Но он при этом вообще ни разу не видел Люли, он при этом к музыке имеет гораздо меньше отношения, Математик, он вступает в Академию наук, все как бы серьезно. И это может объяснять то, почему он не посмотрел, что у Люли два разных произведения в одном опере, И он не может, сказав буре оттуда-то, он не дает точного указания, А есть несколько произведений, которые отсутствуют. То есть он пишет название из такой-то оперы, но в этой опере нету такого. То есть либо он перепутал название, либо это из другой оперы. Название либо в музыке, либо название оперы перепутано. Ну и дальше возникает вопрос, большинством мест уже найдено, что, откуда, Но есть места, про которые непонятно, что я могу сказать. Это прекрасно. Дальше. Афилар. Афилар измеряет всю свою музыку в терциях. Но Афилар музыкант. Он не умеет мерить в терциях. В терциях мы видели, все эти механизмы работают на обычном майке. Чтобы мерить точно в терциях, вам нужен хороший часовой механизм, Который будет мерить очень точно эти... Более того, там, собственно, Джерал подвергает сомнению идею, Что в то время были механизмы, способные измерить одну терцию, например. Часы уже были, конечно же. Хотя вопрос хронометра, он как раз в это время примерно решался. Морского настоящего хронометра. Чуть позже. Восемнадцатом веке. Троллицы. Соответственно, на всех этих реальных инструментах измерять нужно ниточку. В терции мы можем пересчитывать для какой-либо длины, Но для практического использования нам нужна длина ниточки. Поэтому то, что написано у Афилара, Надо измерять в дюймах. Эти числа в дюймах. А не в терциях. И тогда все становится на свои места. Соответственно, и он, и он, и Афилара должны быть в числах в дюймах. Более того, беда... И тогда это все совпадает с числами, которые в дюймах прописаны в фее. Ну, фее через Уффенбаха. Шабель и Шокер, это более поздние исследователи. С ними совсем другая проблема, потому что они, скорее всего, читали своих предшественников, Считали, что у них написано все в терциях, и пересчитали это в дюймах. И, короче, за счет... Как вы знаете, если что-то одно написано в неправильной кодировке, А вы его перекодируете в другую кодировку, То получается совсем чудовищная, невосстановительная абракадабра. И именно отсюда, скорее всего, могла возникнуть проблема, Что поздние темпы, это же достаточно поздние уже источники, Шокер вообще 60 какой-то год, У нас возникают безумные темпы, которые не применимы к жизни, Потому что это математическая ошибка. Что происходит с числом, ну, в смысле, мы взяли терции, Пересчитали в дюймах. Ну, там... Да, оно увеличивается число? Да, да, где-то там должно увеличиваться. То есть, замедляется нюй. Не знаю, надо проверить. Хороший вопрос. В общем, как ведут себя эти две функции? Я не пробовал. Я не пробовал почитать этих функций. Я поверил Джералу. Ага, Марси поверил. А Билар тоже поверил. То есть, ты поступил как танцор? Да. Марси поверил. Загилар, да. Я одну формулу проверил сегодня с утра, А остальные нет. Значит, еще одно место, где пытались люди Это место исправить, говорят, что На самом деле, одно биение маятника Это не раз. Ну, в смысле, раз это не одно биение. Одно биение это раз. Тогда все в два раза дольше. Но это не спасает, потому что Если так считать, то надо везде так считать. И часть темпов Афилара становится ОООЧЕНЬ МЕДЛЕННЫМИ, С которыми танцевать невозможно. Табличка. Для того, чтобы немножко было интереснее. Итак, примерно сравнение после того, Как мы пересчитываем с учетом Всевозможных ошибок. А что это за цифры? А... Это. Посмотрите, это дюйми или терци. Да, я как раз... Это в основном МЕЦЕ. В смысле... Удары в минуту. Да, это удары в минуту. Не удары, а доли. Ну... Четвертые, ну, 66. Это вопрос в том, какая у нас музыкальная... Это нифига часть, это равно 66. Я это не стал писать. Я это не стал писать. Значит, тут написано удары на такт. Сколько ударов на такт приходится. А, да, я понял. Итак, Буре пишется в размере 2. Соответственно, у него 2 удара на такт. И... Смотрите, какие числа оказались красивые. И Онзембре, и Афилар, и Фелье, оказывается... Пожо... Но это же очень медленно. А? Это же медленно. Это 124. Да, это... Это немного. Это, оказывается, не так много, как... Как раз можно попрыгать. Как раз можно получить удовольствие. Блин, то, что я... Бед рассказал. Дальше. Из того, что может быть интересно. Сарабанда. А обратите внимание, что сарабанда пишется в 3 разных размерах. И для нее разные удары в минуту получаются. И только для одной сарабанды в 3, написанной в размере 3, у нее есть, соответственно, пример из любви. Из, это... Здесь написано, из какой оперы. А, Пожо. Да. Пожо, это Онзембре. Викон Онзембре. Он... У него конкретные произведения. Не просто сарабанда, а конкретные. Вот. И здесь же Месье Фелье, видите. Ну, это не так красиво, да? Ну, что значит не так красиво? Естественно, у нас в любом темпе есть флуктуации направо-налево. Вот. Но, тем не менее... Порядок. Порядок оказывается хотя бы одинаковый. Ну, ты знаешь, тут 51-59. И с 66 так не очень долго догнать. 5 минут осталось. Дальше. Пасакалия, Чикона тут все однозначно. Хотя, вот, у Брэ стоит знак вопроса. Просто потому, что... Чикона быстрее Бурэ. Да. Но она трехдольная. Сейчас. Брэ в такт в мин... Надо было еще так-то минус написать. 25. На 3 поделить. Все хорошо, да. На 3 поделить. Она меня не получается так-то в минус. Я делил как раз. Минуэт. Обратите внимание, что минуэт бывает двух разных сортов. Опять минуэт быстрее Бурэ. Минуэт оказывается... Минуэт оказывается... Быстренький, да? Уже очень задорный. Минуэт оказывается... Не более быстрее. В полтора раза быстрее, чем Бурэ. Минуэт оказывается... Это 1 так на 3. У тебя шаг на 2. Все, я понял. Спасибо. Да. Это то, с чем приходится все время иметь дело. Потому, что у тебя есть шаги, которые занимают... Не всегда один так. У тебя есть так, в котором не всегда один удар. Конечно. Итак. Здесь получается, соответственно... Сколько? 20... 50 ударов в минуту. Соответственно, 25 шагов в минуту. Да? Получается. Джиг. Джига 65-60. Но где-то один удар, где-то два. Но в принципе... То есть опять 2 раза ошибка, да? Да. Я правильно инфрацирую? Да. И... Ну, дальше. Паспе имеет такую же скорость, такой же расчет как у Минуэта здесь. Соответственно, чуть-чуть быстрее. 50-56. 50-57. Ну, или 60. Ну, то есть побыстрее Паспе, чем Минуэт. Ну, никак это знаете по себе. Куранта. Обратите внимание, тут три удара в куранте. Если оно написано на три вторых. К сожалению, мы помним, что французские куранты поздние пишутся на три вторых. Они... Они пишутся в химиоре фактически. Ну, дальше Канария Лу. Есть еще... Значит, это не все танцы, которые бывали. Есть часть, которая, например, есть только у Атфилара. Атфилара есть, например, бранд есть. Австралифов вообще нет, поэтому мы не сравниваем. Это таблица прямо из... Можно поднимать на вопросы статьи Джейл? Если я не ошибаюсь, это последний мой слайд. Собственно, спасибо за внимание. Вопросы, комментарии, предложения. Если там есть что-то в сети, я с удовольствием... Два вопроса. Первое. Я правильно понимаю, что все исследователи считают, что вот эти... Сколько там? С луле 1696-й до 1640-й, да? В последние рассмотрения, он забыл 30-е годы. Темп музыки не менялся? Нет, они просто сравнивают все эти темпы и видят, что... Вот здесь видно, что темпы примерно одинаковые. Хотя мы точно, конечно, сказать не можем. Второй вопрос. Была ли попытка ввести... Ну, то есть вот темпы мы получили, да? А сравнить соотношение теперь между... Ну, там, Буре в два раза медленнее? Нет. Хорошо. Минет-Паспьер на 50% быстрее, чем Минет. Цифра не такая. Ну, гад сказал. Берем Эфиларда, сравнивая, что у него на 50% быстрее. Берем Пажо, сравнивая, что у него на 50% быстрее. Я думаю, что такого никто не делал. Более того, я думаю, что это вряд ли сработает. Потому что темпы штука все-таки субъективная достаточно. Кому-то, если вам реально вот сейчас сказать, давайте вот вы придумаете танец, под него подберете музыку и сыграете в том темпе, который вам нравится. Ну, попробуйте так, потом скажите, давайте чуть-чуть быстрее сыграем. А, еще чуть быстрее. А, нет, вот это уже не хорошо. Давайте вот так вот оставим. То есть, это штука, которая интуитивная, и она отчасти зависит... Да, кому-то понравилось танцевать под 150% музыки от Савоя. А кому-то показалось, что это выглядит специфично. То есть, реально, это, конечно, штука субъективная. Неудивительно, что у нас есть вариации темпа. Приятно, что после вот такого анализа, мне он очень понравился. Соответственно, у нас, да, получились хотя бы темпы близкие. Потому что раньше бывали темпы... Я вам могу рассказать примерно, какая разница. У меня тут тоже в микронолинейце все записано. Разница бывала следующая. Буре у Афилара где-то 120, потом у Зенбре 112, где-то еще 147. Это, понимаете, Мельцель. Одна и та же штука. Ну, что-то попадает, а что-то нет. То есть, разница была такая, что где-то там 90, где-то 70. То есть, существенно разница уже. Где-то 40, где-то 82. Нет, это у нас с камерой только такое, что не надо. А как нам расскажем? Потом расскажем. Без камеры. Есть ли еще какие-то вопросы? Значит, общий ответ такой. Появляются новые источники, появляются новые идеи. Конечно, мы не всегда можем сказать, что вот эти люди ошиблись, вот эти люди не ошиблись. Но, в общем и целом, Круто еще. Внезапно мне эта статья очень понравилась, потому что она очень... Да, еще и приятно, что статья свободно лежит в интернете. То есть, я ее даже не через что-либо скачивал, а название автора лежит и справится. Она опубликована, да? Да, она опубликована. Ну, наверное. Хороший вопрос. Да, она, наверное, опубликована. Вообще, у Джерла внезапно много статей лежит в интернете. Это значит, что кто-то ее рецензировал и... Да, да, да. Она опубликована, на нее ссылаются только. Вот. В общем... Прямо уважаю автора по количеству проявленной внезапной знаний в музыке и математике одновременно. Очень круто. Да, действительно. Вот. Есть ли какие-то questions? Или мы переходим... Ну что, к 12.00, я считаю... 13.00... Гениально. Ростик может начать за полчаса или 0.45. Сколько у вас полчаса осталось? Прямо да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...